коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональными сценаристами то проходите по ссылке в описании сейчас давайте я вам ее добавлю и подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой давайте я это размещу и у нас сегодня идет вторая трансляция из сразу вам попросился вторая трансляция из вот этих моих внезапных внезапных трансляций которые я планировал еще кто-то бан просит в эфир залетают сразу же сходу какие-то странные персонажи окей ребят значит сегодня мы поговорим вот о чем смотрите бывает очень часто так что кто-нибудь рассказывает кто-то добившийся большого успеха рассказывает о том что вот он поднялся например в 90-е годы до когда был какой-то кризис и вот человек очень сильно во время этого кризиса поднялся или кто-то рассказывает о том что вот я купил доллары и в каком-нибудь девяносто восьмом году и на этом сделал состоянии или кто-то говорит вот я десять лет назад купил биткоины до тогда когда это там две пиццы стоило и вот на этом на этих на этих биткоинах заработал там несколько миллионов долларов или там я запустил подкаст в 2014 году или youtube канал да и за это время да очень сильно поднялся и когда мы это слышим естественно первое желание такое а вот как бы если бы у меня была машина времени чтобы я мог отправиться туда в прошлое и со знанием сегодняшнего сегодняшним пониманием того что вот эта крутая ситуация надо этим заниматься с этим знанием отправиться туда в прошлое вложиться туда куда все вложились до те кто разбогатели и очень очень сильно на этом подняться и вот сегодня я хочу вам рассказать об одной из таких вещей да то есть я вижу сейчас ситуацию вижу сейчас определенный рынок в который если вы сейчас туда запрыгнете да то очень высока вероятность что через два через три года вы очень очень-очень сильно подниметесь сейчас я опишу и объясню почему я так думаю и как это все выглядит смотрите вы наверное заметили что кое-что у нас происходит в течение последнего года и вот некоторое время назад примерно месяцев 10 назад внезапно американские кинокомпании ушли с российского рынка то есть их перестали их фильмы перестали дисней ушел парамонт ушел и так далее так далее они все ушли из наших кинотеатров и тогда я написал колонку в которой сформулировал что вот это сейчас очень большой шанс для нашей индустрии что это момент когда наша киноиндустрия может очень сильно подняться почему я думаю что такое может быть потому что такое уже было уже было на нашей памяти когда после кризиса может быть кто-то из вас помнит в середине 90-х если вы включите телевизор любой канал в то время включаете и вы видите латиноамериканские сериалы мексиканские сериалы там какие-то странные да вот эти все луис альберты и так далее так далее да то есть это были дешевые телесериалы которые в огромном количестве поступали на наш рынок и народ со страшной силой это все смотрел и когда случился кризис 98 года и доллар вдруг начал резко расти произошла вещь которую в общем-то тогда никто не планировал обнаружилось что покупать теперь за валюту покупать сериалы дороже чем снимать свои собственные и начали снимать свои сериалы первым сериалом который был ну до этого были так клубничка было еще что-то было снимали естественно нашу умели снимать сериалы но первым сериалом который выстрелил был сериал улицы разбитых фонарей который был снят незадолго до кризиса это там примерно пом 97 в девяносто шестом его запустили в девяносто седьмом сняли но именно после кризиса он очень хорошо выстрелил и это дешево снималась первая серия улиц разбитых фонарей было снято за 12 тысяч рублей это очень небольшие деньги даже по тем временам не это совсем небольшие деньги и вдруг обнаружилось что наш зритель хочет по телевизору видеть свои собственного производства сериал и это привело к созданию огромной и очень качественной телесериальной индустрии я думаю что никто не будет спорить с тем что сегодня сериалы которые производят в россии они реально очень качественно понятно что вы можете мне сказать что да это не hbo но ребят ничего не hbo кроме hbo да даже канал abc или там не знаю шоу-тайм это не hbo только hbo hbo да а уж с европой так и сравнивать нечего там европейский уровень сериалов мы давным-давно давно по качеству обошли так вот да то есть родилась огромная индустрия качественная индустрия современные российские сериалы до эпидемия триггер чики и так далее так далее да то есть понятно что не все они хороши есть тоже неудачи естественно да но там десятка два десятка три классных сериалов можно вспомнить есть и сценаристы есть и режиссеры есть актеры да то есть все есть есть индустрия и вот сейчас абсолютно то же самое может произойти с полнометражным кино что происходило с полнометражным с экранным кино в течение последних 30 лет это не очевидно не очевидная ситуация да которую в общем кино деятели понимали видели ее а невооруженным глазом оказалось что ну вот как бы оно оно само на самом деле далеко не оно само что произошло может быть кто-то из вас застал то время в 80-е годы когда мы могли видеть и в нашем прокате и по телевизору показывали разные очень хорошие очень качественные фильмы европейского производства жанровые то есть французские комедии да например не знаю инспектор разиня мне в детстве очень нравятся жандармы жандарметки шарло в испании сумасшедшие на стадионе и так далее так далее да то есть огромное количество очень качественного французского кино жанрового и очень качественного итальянского кино а было еще и немецкое кино жанровое именно жанровое я подчеркиваю не арт-хаус не лютая вот это бешеное да ужас этот да который смотреть невозможно именно кино зрительское и например вот мы не так давно ездили в грецию и там просто по телевизору видели увидели какой-то ну классно снятый старый фильм 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 назывался моя дочь социалистка это замечательная классная комедия с очень хорошими актерами с песнями сертаки не сертаки да то есть все но это именно жанровое кино то есть это кино которое смотрела вся страна да это не лютая драма которую три критика смотрят в пустом зале да и причем все три засыпают к середине этого фильма и потом ему дают все все возможные премии было то есть было мощное реально мощное жанровое производство во франции в италии была студия чинчета да и что произошло дальше дальше все вся вот это европейская качественная жанровая киноиндустрия была разгромлена так же как и наша российская да то есть в россии кино в советском союзе кино снимали для зрителя и появилась такая интересная история да мы увидели что почему-то если кино жанровое да то есть если это боевик если это комедия если это мелодрама да если это хоррор то это фильм снятый в голливуде на да если это фантастика какая-то высокобюджетная а если это европейское кино то это обязательно какие-нибудь братья дардены да то есть какой-нибудь фильм такой от которого просто выйдя из зала хочется повеситься да то есть такой социальный хоррор да такая социальная драма в которой показывают как плохо вообще жить и потом все стало совсем худо и точно такое же кино поощрялась и производство такого кино поощрялась и на нашем постсоветском пространстве не только в россии был целый кинофестиваль кинотавр который чуть менее чем полностью был посвящен скажем так тиражированию такого социального хоррора тиражированию социальных драм в которых показывалось бы всякие свинцовые мерзости жизни и когда наши пытались снимать жанровое кино не всегда это получалось прямо скажем им всегда говорили свысока что типа ребята зачем вы это делаете не надо не надо вам пытаться конкурировать с голливудом не надо вам пытаться делать боевики не надо вам пытаться делать детективы надо вам пытаться делать комедии не надо вам пытаться делать мелодрамы Делайте то, что у вас хорошо получается. Лютое, бешеное, сумасшедшее, безумное жанровое кино, от которого народ из залов просто разбегается с криками. К какому результату это приводит? Но это приводит к тому, что люди не смотрят такое кино. Люди не хотят смотреть такое кино. Но им не нужно вот это зеркало кривое, которое показывает их жизнь в искаженном, в очерняющем, в мрачном свете. И это не только у нас происходило. В Европе происходило то же самое. То же самое. Если вы посмотрите те фильмы, которые снимались в Европе в последние 30 лет, и то, что поднималось, рекламировалось и так далее, то, что в Польше поднималось, то, что в Румынии поднималось, это такое депрессивное, мрачное, лютое, артхаусное кино. Ничего плохого в этом нет. То есть, как и любое кино, есть хорошее артхаусное кино, есть хорошее жанровое кино. Но проблема в том, что была диспропорция. То есть, в Европе и в России снимался в основном артхаус, а в Голливуде снималось жанровое кино. Боевики, фантастика, детективы и так далее. То есть, мы были поставлены в заведомо неравные условия. То есть, это кино люди смотрели, это кино люди не смотрели. Не потому, что это кино хуже, а потому, что это кино вообще не предназначено для того, чтобы их смотрели. Другое дело, что, конечно, нам многие фильмы, которые снимались, условно говоря, защитники какими-нибудь Сарика Андреасяна, да, это не выдающихся достоинств фильмов. Но, опять же, тот же Сарик Андреасян, он учится, и у него получается с каждым разом все лучше, лучше и лучше. В конце концов, я думаю, что он станет крутым режиссером крутого жанрового кино. То есть, важно, резюмируя, что делал Голливуд, да, и я здесь далек от каких-то теорий заговора, потому что они, в общем-то, этого даже не скрывают. А в Европе об этом прямым текстом говорили, да, он стимулировал за счет поддержки кинофестивалей, да, то есть, все вот эти кинофестивали, артхаусные, условно европейские, берлинский кинофестиваль, каннский кинофестиваль, наши кинотавры, да, они поддерживались и вдохновлялись оттуда, с запада, да, и пропагандировалась такая история. Вы делайте артхаусное кино про свинцовые мерзости жизни в ваших странах, да, а мы будем делать кино для зрителей. Мы будем делать Гарри Поттера, мы будем делать Аватар, мы будем делать фильмы, которые будут смотреть все. Мне это никогда не нравилось. Мне всегда хотелось делать кино, которое смотрят зрители, да, потому что я помню, один мой приятель, не буду называть кто, очень крутой артхаусный режиссер, он снял очередной фильм. Кстати, у него был приз в Каннах, то есть, все в порядке у парня, да, то есть, имел очень хорошее признание профессиональное. И, значит, мы с ним встречаемся на кинотавре как раз-таки, и я у него спрашиваю, а у него только что должен выйти новый фильм, который я очень жду. И я ему говорю, слушай, чувак, а где у тебя новое кино? Я что-то смотрю, афишу читаю, вроде все, нет и нет его. Он говорит, так он уже прошел. Я говорю, ничего себе, а когда он прошел? Я говорю, что-то не заметил. И он говорит, да, вот, типа там, несколько месяцев назад. Я говорю, а сколько залов было в Москве? И он говорит, три зала. Да, то есть, и понятно, что он и три зала, и в трех залах были пустые. Да, то есть, зрители не смотрели и не хотели смотреть это кино. То есть, была целенаправленно, разрушена европейская и в том числе советская кинематография для того, чтобы расчистить место под голливудское кино. Это делалось целенаправленно. И что происходит сейчас? Сейчас рынок освободился. Да, и я, честно говоря, я очень надеюсь, что нам дадут хотя бы два года. Два года – это один производственный цикл. За два года можно снять кино. Вот. И уже сейчас видно, да, насколько наше кино, которое снимает у нас, да, что оно в отсутствии вот этих забитых залов голливудом, да, когда ты приходишь, и тебе выходит какой-нибудь блокбастер. Мы понимаем, что в обычной ситуации, что бы сейчас происходило, но вы бы в любой кинотеатр приходили, видели бы там аватар, вот этот второй, да, и все смотрели бы аватар. Ничего, кроме аватара, не было бы. И два месяца был бы только один сплошной аватар. Великое это кино? Ну, нет. Ну, есть возможность сейчас аватар посмотреть. Ну, есть, пожалуйста, найдите, скачайте, посмотрите, да, то есть одним кликом он находится, почему-то никто не хочет его смотреть. Да, то есть если он из всех углов, из всех утюгов, он бы кричал, да, его бы все посмотрели. Да, но почему-то никто не хочет искать, разыскивать этот аватар, скачивать и смотреть. Да, он не стал вообще никаким событием у нас. Во всем мире его посмотрели, а у нас и, собственно, никто не заплакал. То есть не посмотрел народ, аватар 2, и всем пофиг. Да, то есть кто захотел, тот нашел, скачал, посмотрел. Да, но по большому счету, ну, никому хуже не стало от того, что мы этот аватар не посмотрели. Вот, и в итоге рынок освободился, и на этот рынок начал выходить наш продукт. И что мы видим? Выходит Чебурашка. Хорошее, качественное, жанровое кино, которое люди, хорошо сделанный продукт, качественно. Я не буду говорить, что это шедевр, но это действительно очень хорошая работа. Писали ребята, которые писали сериал «Кухня». Очень профессиональные ребята. Хорошие актеры сыграли. И это кино, сейчас я последние цифры не видел, но там уже, по-моему, к 5 миллиардам рублей сборы подбираются. Меньше месяца кино идет в прокате. То есть он уже убрал все аватары. И это же будет происходить и дальше. То есть если мы, если, собственно, государство поддержит, еще хотя бы 2 года поддержит, не будет пускать сюда обратно голливудское кино, и даст возможность нашему кинематографу подняться, через 2 года нам голливудское кино будет не нужно здесь совсем. Его никто не будет смотреть. Точно так же, как сериалы, да, что там сейчас, какой он этот самый, Last of Us, да, вышел в сериал. Идет он на российском телевидении? Не идет. Почему? Потому что права не могут купить. Потому что он нахрен там не надо. Никто не будет его смотреть. И все сериалы западные, которые за последние 10 лет пытались показывать на российском телевидении, они все провалились просто за неявкой зрителя. И это же самое, вот еще, действительно, дайте 2 года, через 2 года вернуться, вернется голливудское кино на экраны, никто не будет на него ходить. Все будут смотреть наше кино. Потому что если взять, например, там, не знаю, последние фантастические твари и их обитателей, да, я не смог досмотреть. Это просто плохо сделано. Вот. И тот же аватар. Да, и по сценарию слабо, да, спецэффекты, и спецэффекты красивые-то, и так далее. То есть мы уже можем делать лучше. А самое главное, что люди хотят смотреть свое, хотят смотреть наше. И если им дадут возможность, они голливудскому кино больше, медом его обмаж, больше к нему не притропаются. И эти тенденции я вижу во всем мире. Потому что я вижу, например, в Китае снимают очень классное жанровое кино. Именно жанровое, да. То есть это не суровая драма, да, про жизнь какой-нибудь проститутки. Да, а это, например, боевик «Битва при Чусинском водохранилище». Две части, огромное кино, масштабные, спецэффекты, очень круто сделаны. Или «Восемь сотен» тоже. Военный боевик. Он где-то год три назад вышел. И они прошли по Китаю просто вот волной, огромной. Я весь Китай посмотрел. Вот. И сейчас, вот где-то месяцев восемь назад вышел, я точно не помню, когда, вот весной вышел фильм под названием «РРР». Там «Рычи», что-то еще. Там три слова зашифрованы. Индийский фильм. И тоже я имя режиссера не помню. Оно сложное для моего слуха, сложное для запоминания. Но это тот же режиссер, который снял великолепный фильм «Бахубали» и «Бахубали 2». Замечательное. Трехчасовое. Со спецэффектами. С классными актерскими работами. Мощный монтаж. Это реально просто кино, которое и с танцами, естественно, и с песнями. И ты сидишь и смотришь, открыв рот. И это прям очень круто. Если не смотрели, обязательно посмотрите. То есть, вот, ну, если вы мне доверяете, как кинозрителю, то я могу вам сказать, что, на мой взгляд, это главный фильм прошлого года. Да, вот в Южной Корее клевое кино. Тоже я соглашусь с этим. Но смысл в том, что вот это, как бы, то есть, это возможность. То есть, то, что происходит, то, что западное кино ушло из наших кинотеатров, это дает нам шанс. Дает шанс на то, что зрители увидят то классное кино, которое для него снимают. А русские зрители, на самом деле, очень любят смотреть наше кино. То есть, посмотрите, какие фильмы у нас большие сборы были. Вот до этого. Холоп, например, который Даша Грацевич написала сценарий. Вот. То есть, наше кино качественное. И наши ребята, которые делают наше кино, научились делать хорошее кино. И писать, и снимать. И реально, если государство даст возможность в два года продержать, продержать вот эту плотину, не пускать голливудское кино, да, через два года, все. Голливудское кино нам будет не надо. Так же, как нам не нужны западные сериалы. Будет свое. И будет настолько качественное свое, что его будут смотреть во всем мире. Вот. К чему я веду этот спич? К тому, что сейчас второй шанс, который за всю вашу жизнь произошло. Так, я сюда напишу, что посложилось. Не три. Восемь сотен. Восемь сотен называется. Фильм называется Восемь сотен. И РРР. Китайский. Восемь сотен. И битва при Чусинском водохранилище. И второй называется, я не знаю просто, как он в оригинале называется, естественно. Битва за что-то там. Битва за озеро при Чусинском водохранилище. Вот как-то так вторая часть называется. Но просто если искать битву при Чусинском водохранилище, вы найдете. Он есть в сети, переведенный в хорошем качестве. Так вот. Вот я стал сценаристом. Я был журналистом. Много лет работал журналистом. И в какой-то момент я понял, что я хочу стать сценаристом. Сама индустрия сценарная, она довольно закрытая. Туда попасть не так просто. И я попал в нее вот на той предыдущей волне. То есть, когда после кризиса 98-го года бешеными темпами росла сериальная индустрия. И туда людей просто... Это был пылесос. То есть, втягивало туда людей со страшной силой. Вот. И что происходило? Да. То есть... И это продолжалось несколько лет. Не так много. Вот это окно, оно было открыто. То есть, понятно. Да, вот кризис 98-го года, да, окно не сразу открылось. Да, то есть, это окно для индустрии открылось. И где-то через 4-5 лет после этого индустрия начала бешено расти и начала людей туда прям засасывать. То есть, я знал людей, которых просто вот... Ну, людей были готовы брать буквально с улицы. Лишь бы они хоть что-то умели писать. Готовы были обучать людей. Даже если не было сценарного образования. Сейчас, конечно, ситуация другая. Но, с другой стороны, тогда я где мог научиться сценарному мастерству? Только в одном месте. В Афгике. Ну, в двух. В КСР еще. На ВКСР там дневное обучение. Я не мог просто это с работой совмещать. Поэтому я пошел в Афгик. Сегодня у вас есть наша сценарная мастерская. Самое качественное образование на сценарном рынке. Соответственно, да, вы можете онлайн прийти и поучиться. Получить эту профессию. Я ее для этого и создавал. То есть, я создавал такую мастерскую, в которой я сам хотел бы учиться в свое время. Соответственно, что здесь сейчас будет происходить? Повангую немножко. Сейчас, да, в течение вот этих двух лет, во-первых, будут выходить новые проекты, да. То есть, вы понимаете, да, что Чебурашку не 10 месяцев назад начали снимать. 10 лет назад он уже был снят. Да, то есть, его начали снимать лет... Ну, готовить проект, я думаю, начали лет 5-6 назад. Писали сценарий, потом подготовительный период, да, потом съемки, монтаж. И вот он вышел сейчас. Да, вышел и собрал. Соответственно, в течение следующих двух лет будут выходить и собирать те фильмы, которые снимались, были запущены в работу там 3 года назад, 2 года назад. Вот они будут сейчас постепенно все выходить. Вот. И люди будут видеть, окей, мы сняли кино, мы заработали денег. Мы сняли кино, мы заработали денег. Это становится выгодным бизнесом. До сих пор съемки кино, на съемках кино люди зарабатывали на производство, да. То есть, государство дает тебе миллион долларов, ты из этого миллиона долларов 100 тысяч долларов берешь себе, на оставшиеся деньги снимаешь кино. А то и наоборот. 900 тысяч берешь себе, а на 100 тысяч снимаешь кино. И такое тоже было. Но такие люди сейчас сидят в основном в тюрьмах. Такие продюсеры. Сейчас очень жесткий там контроль. И постепенно мы будем видеть, и люди, которые снимают кино, они видят, что все больше и больше, все больше и больше проектов, все легче и легче запустить проекты. И они будут запускать, запускать, запускать. И это будет расти, то есть, если нам дадут эти 2 года, то кинорынок будет расти следующие 5 лет. Он не будет 2 года расти, и потом рухнет. Если через 2 года вернется Голливуд, то у нас ничего не рухнет. Они просто вернутся и так и останутся, стоять у входа. А будут смотреть наше кино. Так же, как в Китае. Никто не хочет смотреть голливудское кино. Вот они сняли Мулан. Китай пыльчами, пожалуй. Очень сильно удивился, что за ерунду вы сняли для нас. Как бы для них, для китайцев, сняли кино. И что это значит? Это значит, что в промежутке, где-то начиная с настоящего времени, года через 4, через 3, рынок начнет расти со страшной силой. И он начнет впитывать людей, он начнет требовать людей. И вот тогда вы можете оказаться в нужное время, в нужном месте. То есть, если вы хотите заниматься сценарным мастерством, если вы хотите попасть туда, если вы хотите сделать это своей профессией, надо начинать учиться сейчас. Прямо сейчас. Это занимает время. Это не будет так, что даже то, что вы там 3 месяца, у меня курс идет, это не значит, что через 3 месяца вы выйдете готовым сценаристом. Это только первые шаги. Может быть, вы через 5 лет только окончательно сформируетесь как сценарист. Я тоже не из ВГИКа. Я до ВГИКа учился несколько лет и после ВГИКа еще учился несколько лет. Это не значит, что отучился и все, сразу же выходишь готовым сценаристом. Еще зреешь, еще практику нарабатываешь и так далее, и так далее. Это займет время. Хотя есть у меня, у меня, естественно, были случаи, когда люди прям закончили курс и уже одна девушка, прям еще у часть на курсе нашла себе сценарную работу. И работает сценаристом. Такое тоже может быть. Но это скорее исключение. Но в целом сценарная карьера делается долго. Это занимает время. Это может до 5-7 лет занимать. Но в целом, в среднем, это будет занимать 2-3-4 года. И это как раз те самые 2-3-4 года, через которые я прогнозирую мощный рост киноиндустрии нашей. Соответственно, вот если вы сейчас туда запрыгнете и начнете сейчас готовиться, вот вы в нужное время окажетесь в нужном месте. И сможете сделать очень мощную сценарную карьеру. Что еще сказать? Закрытие вам. Офер, дедлайн и призыв к действию. Ссылка по описанию. Места на курсе есть. У нас сейчас идет как раз, собственно, набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. Это лучший курс по написанию сценариев на русском языке. Другого такого курса нет. Вот. Поэтому присоединяйтесь, запрыгивайте и давайте вместе через какое-то время рвать Голливуд. Вот что я хотел вам сегодня рассказать. Я Александр Молчанов. Спасибо вам за внимание. С вами все в порядке. Счастливо.